Здравствуйте! В эфире город Эссо и Татьяна Дмитриева. Как облагается налогами малый бизнес? Что предлагает патентная система налогообложения? О налогах для организаций и индивидуальных предпринимателей. Говорим сегодня и в нашей студии заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Ольга Крикова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Александровна. Ну, хотелось бы начать с темы налогообложения малого бизнеса, потому что очень часто мы слышим заявления наших высших верховных руководителей, которые говорят, что в отношении малого бизнеса нужно применять льготы, в том числе налоговые. Реально, как обстоит дело, на что уже могут претендовать индивидуальные предприниматели в качестве оплаты налоговых платежей? Ну, могу сразу сказать, что малый и средний бизнес – это основа экономики любого государства. И у нас тоже, особенно в последнее время, очень много говорится о поддержке, о необходимости поддержки малого бизнеса. На сегодняшний день существует уже достаточно много различных специальных налоговых режимов, которые позволяют не платить налоги, которые установлены по общему режиму налогообложения. Всем уже давно известный такой режим налогообложения, как упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Для сельхозпроизводителей И существует система в виде единого сельхозналога. И вот относительно новая система налогообложения, патентная, она появилась в налоговом кодексе с 1 января 2013 года. Но, в общем-то, 2,5 года она уже существует и набирает популярность. Но прежде чем говорить о существующих системах налогообложения, хочется все-таки сказать о тех новшествах, которые ждут налогоплательщиков. Скорее всего, даже, наверное, не они ждут налогоплательщиков, а налогоплательщики их ждут. Потому что очень много говорится в последнее время о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон принят, и он предоставляет право субъектам Российской Федерации с 1 января 2015 года предоставлять налоговые каникулы или нулевую ставку по налогу для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, либо патентную систему налогообложения. На какой срок налоговые каникулы? На 2 года. То есть пока наши региональные власти не приняли? Ну да, вот по нашей информации, значит, да, в Самарской области такой закон пока не принят, но он активно обсуждается и ведется активная подготовка, и мы надеемся, что в ближайшее время все-таки будет принят такой закон, и те граждане, которые захотят открыть свой бизнес, зарегистрируются индивидуальными предпринимателями, в течение двух лет не будут платить налоги. Понятно. Вот есть еще такое понятие самозанятые граждане, вот для них что-то предусмотрено? Ну, понятие такого, ну это очень новое, относительно новое понятие, о нем сейчас много говорится. О самозанятых гражданах пока закон не принят, планируется введение на законодательном уровне такого понятия. Речь идет о физических лицах, которые будут являться индивидуальными предпринимателями, не имеющими наемных работников. То есть им будет предоставляться патент, и они будут одновременно с этим патентом регистрироваться, как индивидуальные предприниматели, а по истечении срока этого патента они будут сниматься с учета. Вот. Понятно. Ну вот, что же такое вот за эта система? Патентная. Патентная, да. Я предлагаю посмотреть из ролика, который подготовлен Федеральной налоговой службой, и дальше мы продолжим разговор. При ведении бизнеса индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность выбора специальных налоговых режимов, которые упрощают ведение бухгалтерского учета и уплату налогов. Одним из самых простых таких режимов является патентная система налогообложения. Подробности использования этого режима даны в специальном разделе сайта Федеральной налоговой службы России. Применение патентной системы налогообложения возможно для широкого круга видов предпринимательской деятельности. Например, для пошива одежды и обуви, ремонта бытовой техники и мебели, услуг парикмахерских и фотоателье, обучению, уходу за больными и многим другим. Но не всем. Перечень таких видов деятельности регулируется законодательством субъектов Российской Федерации и может отличаться от субъекта к субъекту. Дополнительными ограничениями являются требования, чтобы средняя численность наемных работников, привлекаемых индивидуальным предпринимателем, за налоговый период не превышала 15 человек, и сумма дохода не превысила 60 миллионов рублей. Главными плюсами патентной системы является освобождение от уплаты налогов на доход, полученный в результате предпринимательской деятельности и на используемое при этом имущество физических лиц, а также освобождение от налога на добавленную стоимость. Вместо них уплачивается 6% от суммы, предполагаемого к получению индивидуальным предпринимателем, годового дохода или другого периода, если патент получен на более короткий срок. Для перехода на патентную систему налогообложения необходимо подать заявление на получение патента в налоговый орган по месту жительства или любой территориальный налоговый орган по месту планируемого осуществления предпринимательской деятельности. Через 5 дней после подачи заявления вам будет выдан патент или уведомление об отказе в выдаче патента в случае, если вы не заполнили все обязательные поля в заявлении, либо ошибочно указали вид деятельности, несоответствующий перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения, или указали срок действия патента, не предусмотренный налоговым кодексом. Уплатить налог вы должны в размере полной суммы до срока окончания действия патента, если патент получен на срок до 6 месяцев. Если срок действия патента от 6 месяцев до 1 года, уплата производится двумя платежами. Первый – в размере 1 третьей суммы налога в течение 90 календарных дней после начала действия патента. Второй – платеж, оставшуюся сумму налога до окончания действия патента. Для налогового учета вам потребуется только введение книги учета доходов, и при этом нет необходимости подавать налоговую декларацию. На странице раздела вы найдете всю важную информацию по применению патентной системы налогообложения, постановки на учет и снятию с него, образцы заявлений, особенностях регионального законодательства, новости и разъяснения. Изучайте. Это действительно просто. А какие-то нововведения появились в отношении данного режима, начиная с 2015 года? И вообще, насколько он действительно пользуется популярностью? Есть спрос? Ну, очень хороший ролик мы посмотрели. Но хочу еще раз сказать, что патент, он, как и многие специальные режимы, заменяет уплату налога на доходы физических лиц, уплату налога на имущество в отдельных случаях, и уплату налога на добавленную стоимость. И самым главным, пожалуй, преимуществом именно этой системы налогообложения является то, что налогоплательщику не нужно сдавать налоговые декларации. То есть он не приходит в налоговый орган, не сдает декларации, соответственно, не проводятся камеральные налоговые проверки в отношении этих деклараций, и взаимоотношения с налоговым органом сведены к минимуму. Как я уже сказала ранее, набирает популярность этот режим налогообложения. Могу привести цифры. Если вот за первые полугодия 2014 года у нас порядка 900 индивидуальных предпринимателей, там 870 индивидуальных предпринимателей получили патенты, то за первые полугодия, постоянно на 1 июля, это вот последние данные, с 2015 года уже 1300 индивидуальных предпринимателей получили такие патенты. Самым популярным, пожалуй, видом деятельности, по которому индивидуальный предприниматель получает патент, является розничная торговля. Розничная торговля и общественное питание на площади до 50 квадратных метров. Вот таким предпринимателям индивидуально предоставлено право пользоваться патентной системой. Второе место, ну, со значительным отрывом, занимает оказание парикмахерских услуг. Тоже предприниматели, которые ведут такой вид деятельности, тоже пользуются тем, что оформляют патент. Вот. То, что касается изменений с 1 января 2015 года. С 1 января 2015 года нет в налоговом кодексе понятия «минимальный потенциально возможный доход». До этого было понятие «минимального потенциально возможного дохода» и «максимального». Соответственно, если минимальный потенциально возможный доход был установлен в размере 100 тысяч рублей, то есть даже если налогоплательщик фактически, исходя из тех показателей своих, должен был получить доход меньше, все равно налог рассчитывался из 100 тысяч. Теперь, значит, предоставлено, теперь вообще ликвидировано это понятие, и налог рассчитывается, исходя из тех показателей, которые будут рассчитаны. То есть фактически все-таки для отдельных предпринимателей, у которых незначительные доходы, налоговое бремя снижено. Получится, значит, исходя из его показателей, доход в размере 70 тысяч рублей, он 70 тысяч рублей 6% своей исчисляет. Да, ну это справедливо. А относительно сроков уплаты нет никаких изменений? По срокам уплаты тоже изменения есть. И самое главное, пожалуй, это то, что раньше у нас срок платежа, в случае, если патент был предоставлен на год, срок платежа был установлен не позднее, чем за 30 дней до окончания налогового периода. И налогоплательщики все-таки, мы говорим об индивидуальных предпринимателях, у которых нет такого штата бухгалтерии, у которых нет юристов, которые, может быть, там, свои работы как-то даже забывают, или просто даже по, ну, чисто каким-то техническим ошибкам, вот за 30 дней не заплатили, заплатили за 29 или за 25, они уже теряли право на применение патента. Сейчас, конечно, такие жесткие рамки устранены, и заплатить платеж нужно просто до окончания периода действия патента. Ну, понятно. К нам уже поступают первые вопросы от телезрителей. Звоните, еще есть время. Александр, я предприниматель, у меня вопрос по применению патентной системы. Если размер потенциально возможного годового дохода превышает максимальный, установленный по данному виду, деятельности, то уплачивается ли налог с разницей полученной, и утрачивается ли право на применение системы? Ну, да, такие вопросы уже были у нас, в общем-то, и, конечно, ответ готовый на этот вопрос. Самое главное, чтобы доход индивидуального предпринимателя не превысил 60 миллионов рублей. Независимо от того, какой он получит доход, налог он заплатит с максимально установленного, потенциально возможного дохода. То есть, если даже фактически доход будет больше, ни с какой разницей он налог платить не будет. Да, ну это тоже уже плюс. Да, это плюс вот этой системы. Следующий вопрос, Наталья. Слышала, что с этого года оплачивать нужно до 1 декабря сразу 3 налога. Так ли это? Можно ли оплатить, например, в июле сразу, как получила налоговое уведомление? Ну, это уже вопрос не от индивидуального предпринимателя, а от физического лица, от гражданина. В этом году налоги нужно уплатить до 1 октября. Все? Да. Значит, это налоги, которые касаются физических лиц, нас с вами, обычных граждан. И если вы получили уведомление, то, конечно, не нужно ждать, нужно просто пойти и уплатить налог вовремя. Если вы пользуетесь личным кабинетом, он у вас там будет какое-то время, пока не наступит срок платежа, как переплата, но вы свою налоговую обязанность исполнили, и все у вас должно быть в порядке. Ждать срока наступления платежа не нужно. Вот еще одна важная тема, все-таки связанная с новшествами. Я сама заплатила уже в мае месяце. Как получила уведомление, так и заплатила. Это хороший пример, да, с вашей стороны. Вот то, что касается декларирования НДС. Это вот такая сложная тема. И я слышала, что с этого года там тоже какие-то новшества. Вот на кого они распространяются, направлены, кто ими может воспользоваться? Вот немножко подробнее. Ну, это вопрос уже, который касается не малого бизнеса, это вопрос, который касается уже всех налогоплательщиков, да, нашей страны. Изменения очень кардинальные с этого года произошли и в налоговом кодексе, и в порядке администрирования налогоплательщиков. Поэтому и в конце еще прошлого года мы достаточно широко освещали эту тему, говорили, обращались к налогоплательщикам. Кстати говоря, те, которые могут воспользоваться специальными налоговыми режимами, если для них как-то тяжело будет справляться с администрированием по общему налоговому режиму, чтобы они переходили на специальные налоговые режимы. То есть много у нас налогоплательщиков перешло. Так вот, если говорить о налоге на добавленную стоимость, с 1 января 2015 года действительно у налогоплательщиков появилась обязанность декларации сдавать в расширенном виде. Значит, в декларации они должны включать все сведения о покупках, все сведения о своих продажах. Что значит все сведения? То есть сведения о счетах-фактурах, которые были выставлены, которые были получены, о покупателях, о продавцах с номерами, с датами, с суммами покупки. Декларация эта предоставляется обязательно, исключительно в электронном виде. Поступает она в Центр обработки данных. Для обработки данных этих деклараций создана Федеральная налоговая служба и Межрегиональная инспекция по камеральному контролю, которая обрабатывает эти декларации. Безусловно, налог на добавленную стоимость является одним из сложных, несмотря на то, что он бюджет образующих налог, он при этом еще очень сложный налог. И в силу различных таких моментов специфичных, многие налогоплательщики пользуются возможностью получить возмещение из федерального бюджета. И, собственно говоря, электронное декларирование в расширенном виде, оно главным образом направлено на то, чтобы исключить возможность неправомерных каких-то попыток возмещения НДС. Помимо обязанности налогоплательщиков в электронном виде представлять расширенные декларации, нужно сказать, что в 2015 году Федеральная налоговая служба сейчас, начиная с 2015 года, внедряет программный комплекс АСК НДС-2, который как раз и обрабатывает эти декларации, обрабатывает все транзакции, все покупки и продажи налогоплательщиков и производит их сопоставление. Но, к сожалению, вот и в таких системах автоматических могут быть сбои. Вот от этого тоже вот как-то нельзя стопроцентно зарекаться, что там все будет нормально. А вот что делать налогоплательщику, если он увидел несоответствие какое-то? Ну, пока по сбоям я ничего сказать не могу. Система работает. В налоговых инспекциях сотрудники у нас уже обучились. А если вот есть ошибки в декларациях, даже со стороны налогоплательщиков, вот как эта система все это проанализирует, а как налогоплательщик узнает об этих ошибках? Как это обратная связь какая? Да, вот я и хотела сказать, что налогоплательщик-то декларацию издал, он уверен, что у него все правильно. А система как раз обрабатывает всю информацию, и в случае, если какие-то несоответствия все-таки устанавливаются, то в системе электронного документа оборота налогоплательщик получает автотребования. Здесь у нас автотребования, у нас на сегодняшний день двух категорий налогоплательщик может получить. Первая группа автотребований, она была направлена налогоплательщикам в связи с несоответствиями в налоговой декларации его книгам покупок, книгам продаж. То есть когда налоговая база, отраженная в декларации, не соответствовала продажам, в книге продаж, или когда вычеты в декларации не соответствовали считам фактурам, которые отражены в книге покупок. Вторая категория автотребований, которые уже начали получать налогоплательщики, связана с так называемыми разрывами. То есть когда у налогоплательщиков есть покупки, но у их контрагентов нет продаж. То есть вот такое тоже встречается. Я хотела еще уточнить, расширенная налоговая декларация по НДС, вот расширенная, вот это что включает? Что значит расширенная? Потому что теперь мы обязаны расширенной, а что расширить? Конечно, поясню. Это, конечно, специфичная тема, она касается юридических лиц, но все равно. Раньше у нас декларация, она содержала агрегированные показатели деятельности налогоплательщика за квартал. Квартал у нас является налоговым периодом. То есть налоговая база, налоговые вычеты и сумма налога к уплате, либо сумма налога к возмещению. Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог. А сейчас, помимо этих агрегированных показателей, в чем расширенность, налогоплательщики представляют книгу покупок и книгу продаж. То есть они представляют все свои операции. Вот поэтому она расширена. Все операции. Понятно. И все-таки, чтобы закрепить в сознании телезрителей вот эту сложную тему, предлагаю посмотреть еще один ролик как раз вот относительно расширенной налоговой декларации по НДС. Ну и потом мы продолжим разговор. Федеральная налоговая служба напоминает, что с 2015 года вводится новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, которую, начиная с отчетности за первый квартал 2015 года и далее, необходимо подавать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документа оборота. И теперь подавать декларации на бумажном носителе не только не нужно, но и нельзя. В новой форме декларации добавлены разделы, содержащие сведения из книги покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов фактур. Не все организации и индивидуальные предприниматели обязаны представлять декларацию по НДС и заполнять все разделы. Вы можете не предоставлять декларацию в налоговый орган, если применяете один из специальных режимов налогообложения, например, упрощенную систему. Однако, если вы оказываете посреднические услуги, являетесь экспедитором или застройщиком, и даже не являетесь плательщиком НДС, то вам будет необходимо подавать в электронной форме журналы учета полученных и выставленных счетов фактур. Федеральная налоговая служба заранее позаботилась о технической стороне вопроса. Совместно с основными разработчиками бухгалтерских систем и операторами электронного документа оборота проработала вопросы о возможности формирования и предоставления расширенной декларации по НДС. Также подготовлена специальная бесплатная программа «Налогоплательщик ЮЭЛ», позволяющая формировать декларацию в новой форме без дополнительных усилий. Обязательно проверьте, сможет ли ваша бухгалтерская система сформировать расширенную декларацию и заключите договор с оператором электронного документа оборота. Их список представлен на сайте www.nalog.ru Обратите внимание, что именно оператор электронного документа оборота несет ответственность за доставку ваших деклараций в налоговый орган. Ваша задача – своевременно направить ее оператору и получить от него подтверждение даты отправки и квитанцию о приеме документов налоговой инспекции. За несвоевременную подачу декларации налоговый орган может приостановить операции по счетам в банке. Поэтому, чтобы не рисковать, ФНС России рекомендует декларацию за первый квартал 2015 года направить заранее – за 5-10 дней до истечения срока подачи отчетности по НДС. Новые требования связаны в первую очередь с тем, чтобы упростить введение отчетности в части, касающейся уплаты НДС. Это позволит проводить проверки оперативно и в автоматическом режиме и поможет вам избежать неприятных санкций. Успехов в бизнесе! Интересно. Следующий вопрос, Анатолий. Поставщик не оплатил НДС при реализации товара. Что ждет покупателя в данном случае? Ну, в кодексе, в нашем налоговом кодексе в настоящее время нет обязательства именно уплаты налога. Но обязательства отражения в книге продаж безусловно существуют. Если у нашего налогоплательщика контрагент в книге продаж не отразил тот счет фактуру, который у нас отражен в книге покупок, то безусловно этот контрагент будет объектом внимания со стороны налоговых органов. И, значит, в отношении него будут проведены мероприятия налогового контроля. Но мероприятия налогового контроля при этом будут проводиться и в отношении нашего налогоплательщика. В том случае, если согласованности действий никаких установленных между ними не будет, то, конечно, к нашему налогоплательщику навряд ли будут применены меры какой-либо налоговой ответственности. Вся ответственность будет именно на том, кто не отразил и, соответственно, конечно, не заплатил. Понятно. Ну вот вы говорите о ответственности и налоговой, но есть еще уголовная ответственность за неуплату, как оказывается. Вот при проверках в последнее время налоговых по возмещению НДС было несколько уголовных дел возбуждено. Как вы прокомментируете? Это какое-то ужесточение налоговой политики? Нет, это не ужесточение налоговой политики. Прежде всего надо говорить, ответственность уголовной не за неуплату, когда мы говорим о налоге на добавленную стоимость, а говорить ответственность за мошеннические действия, покушение на мошеннические действия, потому что, к сожалению, до сих пор существуют еще такие факты, когда налогоплательщики подают декларацию, в которой преднамеренно отражают хозяйственные операции, которые реально не осуществлялись. Но таким образом, подавая декларацию, они хотят получить возмещение из федерального бюджета. И вот в отношении таких деклараций проводятся мероприятия и нами, налоговыми органами, совместно с правоохранительными органами. И надо сказать, что в последнее время наше взаимодействие с правоохранительными органами, оно усилилось, и, в общем-то, результаты налицо. Результаты даже по тому количеству уголовных дел, которые возбуждаются. Если вот в первом полугодии 2000... Опять же, сравниваем полугодие. Если в первом полугодии 2014 года по таким фактам было возбуждено 6 уголовных дел, то вот за первое полугодие 2015 года уже 12 уголовных дел возбуждено. И, конечно, мы надеемся, что и система, которая внедрена в АСК НДС-2, и взаимодействие наше с правоохранительными органами, они, в общем-то, приостановят и вообще пресекут всякие попытки получить возмещение из бюджета. Да, налоги это серьезно, ответственно и наказуемо. Да, да, и, конечно, должны... Такие люди должны знать о неотвратимости наказания, в общем-то, уголовная ответственность предусмотрена. И не только уголовные дела, но и приговоры судебные уже есть. по таким фактам. Ренат, как к вам можно записаться на прием? Юридическое лицо, в скобочках. Ну, ко мне лично... Именно с юридическими лицами работаете, да? Да, я работаю с юридическими лицами. Ко мне можно записаться... Принимаю я второй и четвертый четверг каждого месяца. Можно позвонить с 15 до 17 часов. Можно позвонить секретарю 279-40-11 и записаться. Вот еще очень популярные формы общения и обращения к специалистам сейчас через интернет-ресурсы, через сервисы. Вот уже слышали мы про личный кабинет. Вот что вы можете добавить? Вот вообще этого востребована такая услуга? Конечно. И что там вот нужно знать? Ну, надо сказать, что Федеральная налоговая служба, она развивает электронный документооборот с налогоплательщиками и пытается, чтобы обмен с налогоплательщиками информацией, документами был более эффективным, более удобным для налогоплательщиков прежде всего. И на сегодняшний день среди интернет-сервисов, а их у нас на официальном сайте Федеральной налоговой службы уже 39, очень популярен такой сервис, как личный кабинет налогоплательщика физического лица. Надо сказать, что с 1 июля 2015 года в налоговом кодексе уже появилось понятие личный кабинет. В отношении личного кабинета физического лица, значит, в налоговом кодексе уже определены возможности получения информации и обмена информацией с налоговым органом. Но кроме личного кабинета физического лица, если уж мы говорим о юридических лицах, существует и личный кабинет юридического лица уже с 1 января 2014 года. А уже есть предприниматели, которые на это откликались? Порядка 700 организаций у нас в Самарской области уже пользуются личным кабинетом юридического лица. Это позволяет получать информацию, не приходя, не приезжая в налоговый орган, информацию по расчетам с бюджетом. Можно получать выписку в отношении самого себя юридического лица. Может отслеживать свои платежи. Оплатить можно через интернет или нет? Ну, юридическое лицо, конечно. Вот. И существует также личный кабинет индивидуального предпринимателя. Уже тоже сейчас набирает популярность, тоже уже есть. То есть можно зайти на сайт Федеральной налоговой службы налог.ру и ознакомиться. Для того, чтобы изначально завести вот этот кабинет, нужно все равно приходить в налоговую инспекцию? Ну, один раз, да. Один раз нужно обратиться. Что нужно вот об этом? Если мы говорим о физических лицах, то нужен только паспорт. И все, больше ничего. Понятно. Ну, а для юридических там более сложная система, наверное. Но они, скорее всего, об этом тоже могут узнать из вашего же сайта. Да, да, да. На сайте в разделе личный кабинет юридического лица там все очень популярно написано у нас, как можно зарегистрироваться. И какие услуги можно получить. Ну, спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали об этой сложной теме, но важной и серьезной. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова